Первая гонка в Сочи в рамках финала Кубка России по лыжи-роллерам прошла накануне. Это была гонка с раздельного старта. Её провели на горе Ахун. Спортсмены бежали 6 километров классическим стилем. Сегодня в программе гонка-преследование. Лыжи-роллеры стартуют в таком порядке, в каком они расположились в финишном протоколе, завершившейся вчера гонки с раздельного старта. Таким образом, среди мужчин первым на дистанцию сегодня вышел Антон Шатагин, победитель Зимнего Кубка России по лыжным гонкам. Среди женщин Светлана Хвостункова, бронзовый призёр чемпионата мира. Сегодня спортсмены преодолели дистанцию в 7 километров свободным стилем до верхней точки Ахуна. Кстати, здесь лыжи-роллеры свои соревнования проводят с 2007 года. Говорят, трасса прекрасно подходит для турниров всероссийского уровня. Для спортсменов она известная и она, так сказать, позволяет подъём достаточно серьёзный и позволяет нам отобрать, выявить реально сильнейших спортсменов-лыжников. Погода, конечно, это серьёзная проблема для спортсменов, но чем хорошо, то есть эта дорога на Большой Ахуна, она всё-таки находится в национальном парке, и деревья немного, так сказать, позволяют спрятаться от солнца. Но, конечно, хотелось бы где-нибудь плюс 25, а не плюс 30. 23 сентября в программе финала Кубка России масс-старт. Женщины побегут марафон классическим стилем 30 километров, мужчины – 48. Дистанция – эмиритинка Эста-садок. Завершится турнир 24 числа спринтом на 150 метров. Он пройдёт в Олимпийском парке. Таким образом, свой сезон лыжи-роллеры завершат в Сочи.